Успешную операцию по спасению больного провели накануне окружные спасатели, авиаторы и медики. События разворачивались в Баренцево море. Работник рыболовецкого траулера «Баренцбург» был поднят на борт вертолета Нарьинмарского объединенного авиаотряда и доставлен в Ненецкую окружную больницу. Кадры спасательной операции и интервью с ее непосредственными участниками в материале Алины Волчейской. Баренцево море. Воскресным днем Спасительный союз авиаторов, медиков и сотрудников Ненецкой поисково-спасательной службы спешат на помощь рыбакам. На траулере ждет эвакуации человек с подозрением на повреждение внутренних органов. Спустя час с небольшим винтокрылая машина подлетает к судну. Один из спасателей десантируется на корабль. На рыболовецком траулере все готово к началу эвакуации, ведь счет идет на минуты. Обязательный инструктаж по технике безопасности для больного. И вот его уже усаживают в специальную корзину для транспортировки на борт вертолета. Ноги сюда, спиной сюда. Ага, голову наклонить. Все, руки сюда. Еще несколько минут и пострадавший и спасатель на борту винтокрылой машины. Воздушное судно берет курс на Нарьинмар. В это время пациентам занимаются медики санавиации. Владимир Пуляев об этом вылете вспоминает с улыбкой. Ведь все прошло успешно. Благоприятствовала и погода. На море штиль, ветра не было. Поэтому на всю спасательную операцию ушло около 12 минут. По словам Владимира, в эти моменты главное делать все четко по инструкции. Провода над водой, если вертолет, то в гидрокостюме. Выбирается, на чем будем его поднимать. Это уже в зависимости от его состояния пострадавшего. Если тяжелый, то на носилках. Носилки, они плавучие. Корзина тоже плавучая. Если состояние более стабильное, то в корзине. Если вообще идеальное состояние пострадавшего, ну не пострадавшего, то применяется обвязка. Ну как бы же, просто уже так поднимаем его. Земля. Эвакуация больных с морских судов для сотрудников поисково-спасательной службы – дело привычное. Навыки по десантированию отрабатываются регулярно. Впрочем, успех операции зависит от многих факторов. Это и погода, и слаженные действия летного экипажа. Вертолетом управляли опытные пилоты – Сергей Кармазин и Яков Меньшаков. Предварительно, перед вылетом, естественно, собрались с группой спасателей, обговорили, так сказать, все действия. И в том числе при незапланированных каких-то, при сбойных ситуациях, обговорили, обсудили, пару вариантов набросали. В общем, все прошло в штатном режиме. Естественно, все зависит от профессионализма, от опыта, скажем так. Пока полет не завершен, никто ничего не чувствует. Все в достаточном рабочем состоянии, в напряжении, скажем так, в обычном рабочем напряжении. Только когда винты остановились, мы на стоянке. Вот тогда вот, можно сказать, поблагодарить друг друга. Обычные слова «спасибо». На счету авиаторов десятки подобных вылетов. По статистике, раз в два месяца в Ненецком округе эвакуируют больных с морских судов. Ведь все активнее идет освоение Северного морского пути. Каждая операция не похожа на предыдущую. Однако, общая черта все же есть. Профессионализм спасателей, авиаторов и медиков. И, конечно, слаженность их действий. А значит, можно быть уверенным. Те, кто нуждается в помощи, обязательно ее получат. Алина Ваучейская, Леонид Шишелов, Телеканал Север.